В этом выпуске я вас порадую креветками, вот такими красивыми розовыми креветками. Слушайте, они даже вот свежими пахнут идеально, они пахнут черным морем. Это будет так вкусно, просто пальчики оближешь. Всем привет! С вами снова Елена Беседовская. Добро пожаловать на мою кухню, где мы с вами, как вы уже, наверное, догадались, будем готовить креветок. Сегодня купила в Стамбуле креветок и сегодня же готовлю. Мой закон приготовления – это свежепродукты, ароматные, чудесные. Что может быть лучше креветок? Креветки по рецепту из Стамбула. И сегодня я с вами поделюсь именно турецким рецептом, который я узнала по секрету, по большому секрету от стамбульских продавцов рыбы. Для нашего стамбульского рецепта вам понадобятся кинза, чеснок, имбирь, немножко солого соуса, а жарить мы будем на сливочном масле. Ну и, конечно же, креветули, креветулечки, как говорит моя доченька Сашенька. Качественный продукт, имеет равномерную окраску, цельный панцирь и никаких лишних вкраплений. А еще она пахнет морем, а не рыбным запахом. Долго я рассказываю, а готовить мы будем очень быстро. Давайте начинать. Так, первое. Нам понадобится мелко нарубить чеснок и имбирь. И также мелко нарубить кинзу. Ребята, не надо через чесночницу давку выдавливать. Этот рецепт требует именно мелко нарубить чеснок и имбирь. Когда вы услышали невероятный аромат имбиря и чеснока, добавляйте смело креветки. Добавляем соевый соус. Посолили. Поперчили. И засыпали зеленью кинзы. Сейчас я их перемешаю и доведу до готовности. Мои розовые креветки, а это действительно розовые креветки, черноморские розовые креветки, должны приобрести цвет такой золотистый, насыщенный, поджаристый, румяненький. И очень-очень приятный аромат из жизненного опыта. Мелкие и мягкие северные креветки по вкусовым качествам сильно превосходят крупных и жирных представителей Южных морей. Не прошло и 10 минут. И посмотрите, какой восхитительный результат. Вот посмотрите, они уже готовы. Красивые, жирненькие, классные. Сейчас будем пробовать. Любопытные факты о креветках. Вы вообще знали, что креветки могут в течение жизни менять свой пол? Вот они такие гермафродиты, что ли, называются. А еще очень интересно, что креветки бывают от 2 до 35 сантиметров. От маленьких до больших. В Одессе, кстати, любят именно маленьких. Вот этих вот креветочек, которые варятся просто в соленой воде с лавровым листиком. И все. И потом ты кушаешь, как семечки. Это, наверное, символ города Одессы. Ребятули, креветули готовы. Давайте пробовать. Давайте наслаждаться. Креветки являются полноценным белком, огромным источником кальция, омега-3, омега-6. Также останавливают процесс старения. Да, не смейтесь, это именно так. Полезно для сердца, для щитовидки. И очень укрепляет нервы. Проверено. И поверьте, от этого лакомства не откажется никто из ваших гостей. Наслаждайтесь. Получайте удовольствие сами и делитесь удовольствием с другими. Готовьте со мной. Готовьте, как я. Готовьте для своих любимых. С вами была Елена Беседовская. До скорых встреч в эфирах. И пускай вам будет очень вкусно и приятно. А я буду пробовать. Подписывайтесь на мой канал, ставьте ваши пальчики вверх, комментируйте. И до новых встреч в эфире. А еще смотрите новые видео, которые появятся слева и справа на ваших экранах. Субтитры сделал DimaTorzok